Итак, с вами Добга, мы продолжим играть за Арханат Грифония И мы уже стали очень сильной страной Наша армия уже готова к бою с Империей Грифонов Почему бы нам сами меня продавать на их КБ? Я, к сожалению, не вижу никаких фокусов на то, чтобы сделать это по фокусам Но очевидно, что они нас атакуют в один момент, как и Вингвардия Значит, нам самим надо превентивно атаковать их Думаю, все очевидно А вам также стоит подписаться, если вы еще вдруг не подписаны А мы продолжаем И я начал строить авиабазы Потому что нам, очевидно, надо куда-то разместить самолетики Пока что они у нас тренируются вот здесь вот Но вообще, как бы, да, не хватает немножко места Но теперь, я думаю, вроде как достаточно будет Ну, конечно, мы сейчас еще подстроим побольше Здесь, к сожалению, вот эти вот регулярные выглядят все еще как зеленые Что мне очень не нравится Мне, в принципе, очень не нравится, когда в модах цвета так меняют Но что уж поделать Но в целом мы сможем себе достаточно неплохую авиацию подделать к войне В войне Там все еще как будто побольше Но я думаю, как минимум Мы не дадим им легкой победы в воздухе И да, мне показалось, что это на нас Делают, но нет, это они на нас Точнее мы на них И серверфулька грифонов воюют со скайналией, коммунами Ну, непонятно, как то, что будет От учеников все как будто застыло По ощущению прогресса больше нету Еще мы сделали все уже автоматические магические винтовки И да, по магическим винтовкам у нас теперь все супер солидно Единственное, нам не хватает кристаллов, но Камон, мы можем их просто купить Благо, рыночка у нас имеется Я думаю, надо полностью отказываться от производства Ладно, на самом деле Один завод чисто так, чтобы был, можно и оставить И давайте начинаем Переделывать пехоту в магическую Но не супер быстро Потому что, видите, если мы слишком много переделываем То начинает не хватать У нас еще Что-то встаряжение магического не так много Если сравнить его в армии То как бы Да, 60 на 27 тысяч Потому что больше часа ушла вся на рыцарей И в принципе продолжает уходить Но вот что я тоже хочу добавить сюда Это РСЗО и ПТО Потому что Да, там есть танки По крайней мере, я вижу в производстве танки Я где-то здесь Да, тоже видел, видите, танки имеются Их немало Следовательно, ПТО, если нужно Саму дивизию я не решаю все еще поставить Я думаю, не настолько нам нужно ПТО Но в целом все равно есть такая необходимость Сразу я могу увидеть, сколько нам нужно доделать Как бы в принципе Достаточно быстро, думаю, мы доделаем Когда только военные заводы оттуда дойдут А строим их тоже быстро Сразу улучшенная ПТО у нас уже тут имеется Потом я это сделал ради Авиационного бафа Тут имеется противотанковое орудие 2 А значит мы сейчас сможем сделать себе штурмовики Кстати, иконок на самом деле тут немало Тут они взяли Может перекрасили или еще что Но их действительно немало В принципе, окей Кстати, немножко авиаций, но я думаю Мы достаточно быстро ее восполним И берем здесь советника Вот этого, пожалуй Тоже плюс неплохой будет И вот так вот преврастает у нас производство Видите, эффективность растет просто невероятными темпами Максимальная она очень большая Мы не напали КБЛКБ Что грустно, но надо доделать ПТО Как говоря, они строят себе флот И достаточно скоро его достроят Мне интересно, что там будет Вообще, может быть, даже полуопасное что-то Хотя, до конца, я думаю Вряд ли они какой-то смогут получить преимущество над нами А еще я тут докачиваю рыцарские дивизии Они станут, ну прям, я думаю, очень солидными В сравнении с пехотой Да, пока что преимущество у них прям налицо В основном, конечно, из-за того, что магическое снаряжение используют Тем не менее, все равно круто Ну и теперь повторим наши нападения Только в этот раз до конца Я бы еще рейд сделал, почему бы нет А, и вот Республика Грифонов еще одновременно объявляет войну Неловко, наверное, для них И как очень удобно для нас Кстати, они переходят в наступление Потому что Республика Грифонов сама воюет С еще другими странами Вообще, должна была бы их победить Но почему-то нет Итак, так как Рэд готов Давайте-ка, конечно же, попробуем Пить в нем И, слушайте, ну вообще Шансы такие себе, конечно В атаке Мы не смогли их пробить Но тут еще не было, как говорится, наша авиация Думаю, сейчас в том бою будет все получше Мы готовы, можем, я думаю, нападать Сразу же авиацию Вставляем на приказы сюда Кроме того, я бы, наверное, все-таки Я бы истребителя сюда бы отправил И что по самолетам Вроде как у нас все хорошо Давайте поставим вот здесь очень важный баф На истребителя Наши самолеты не слишком хорошие В примере старые Новых не так много Но в целом воздух неплох И они сами переходят в наступление Что идеальная ситуация для нас Реально у нас еще укрепления Вот тут по берегу имеются Если они будут наступать То я только за Остались у нас фокусы Только вот эти вот на танки Которые мне не интересны Значит, мы делаем Производство самолетов Затреним еще какие-то дивизии Где-то Вот у нас есть уязвимая, так сказать, точка Но в целом Думаю, даже пока они тренятся То есть они должны быть достаточно боеспособны Я хотел бы, чтобы мои дивизии Перед началом наступления Были в идеальном состоянии И Я забыл снять флот с тренировки В итоге меня немножко Разбили по морю Это, кстати, грустно Особенно учитывая то, что флот у нас был Как бы вообще неплохой Кроме, конечно, сып Пока мы тренируемся Мы Как раз ведем воздушную войну И очень успешно Раз Как начало наступления У нас будет полностью ПТО заполнено У нас будет зеленый воздух И все войска Будут полностью готовы И еще один удар За грифоном нанесла речная федерация У меня, конечно, страдает Смотрите, озероградское государство Превосходство какое-то там получилось Это любопытно Самое главное Зачит очень Выгодно для нас Давайте-ка от отсюда Двинусь поднимем Чтобы был как бы Получше по максимуму Тут еще немножко Одна дивизия не затринялась Но Не повезло Я не фартанула Мы переходим в наступление Да, пожалуйста Такуйте, отойди И меня устраивает Все Кроме вот этих атак Одной дивизии в несколько Но в целом Вроде как нормально Ну и шаг за шагом Мы освобождаем Территорию грифонов О, они еще и фортзащиту нажали И да Сперед такого, конечно Невероятно Особенно под штурмовиками Кинская империя, кстати говоря Произошла на юге Да, там тоже Появляется империя Тут империя, тут империя Ну и конечно же мы империя Как империя выставит В принципе Я думаю, достаточно очевидно Вот уже штурмуем Ромао Это столица Арканата Эйр Ими мы тоже Сейчас я думаю Доразберемся Здесь я вижу Что, ну Потери не слабые Да, потери не слабые Мы так даже Не смогли взять с налета Но там Потому что имеется Имеются танки Вот сюда мы Переназначаем Какую-то авиацию А вот Так, пожалуй Нет, сюда тоже Не забываем Что-то передназначить Да, ромао Это именно вот этот Еще регион Так что давайте Ромао добьем Это будет непросто Кстати Как-то нам бы Его окружить получше И потом добивать бы Давайте тогда Остановим Натерение Вручную окружим Вручную добьем Делаем как-то Вот так Выбить их здесь Сейчас саму ромао Выбираем С окружением Отлично Продолжать спокойно Наше наступление Я вижу Здесь вот стоит Миллион дивизий В одну Повинцу Сторожит Нет, не Прожите Толст Можно, кстати говоря Рейд подготовить А я, кстати, подготовлю Баф на себе Базбы Вот эти вот числа Можно уже Вот сюда Типа тратить Это не так-то плохо Кстати И мы больше Часпохода Уже меняем На магическое Снаряжение Отлично Вот играет Хемпал В общем-то Осталось Тут я думаю Да Сколько Примерно Ой Тут опять Эти 25 Ходов Господи Ну кто это Придумал 5 ходов Классических Нормально Будем сраться Забрать Всего Но может Не получится Или нет Получается У нас Конечно Хотят Кто-то Подзабирать Но нет Это наше А мы Крадем их Флот Прекрасно Они Наш флот Немножко Покоцали Пока он Тренировался Получили мы Теперь еще И вот сюда Давайте теперь Потренируем Весь этот флот Только вот так Черешил Чтобы они Перестали Тренироваться Как Ну как Все опыт Получат Они потом Не висели На тренировке Внезапно И надо Разобраться С этими домами Потому что Финская империя Это угрожает И территория Посередине Посередине Нас И вот Не устраивают Поэтому Давайте Давайте Ими Сейчас И займемся Я вижу Что Захат Регионов Намного Быстрее О Смотрите Ка Можем Можем Национализировать Стать Преемником Империи Грифонов Великий Храм Смотрите Ка Он Храм Зачем Посаживаться На прораме Это несчастные И счастливые Земли Воле Эйра Все происходит Конечно же И мы Теперь Все еще Арханат Грифоне Внезапно Так Понимаем Мы Именно Сможем Интегрировать Их Никаких Намного Не открылось Просто Интеграция Ну окей Главное Что Саму Империю Грифонов Интегрировать Мы Не сможем А Она Видимо Национализировалась Что Отсюда Пропала Что Наша Армия Отправляется Вот сюда Нам Нужно Избавиться От буфера Между нами И Карфинской Империей Промышленность У нас Уже Конечно Вообще Не Шуточная Такой Страной Да Да Мы Считайте Стали Сверходержавой Тут Все еще Не так Хотя Ну Сейчас Они Тут Довою Ченнеженки Проиграют А Кэссеря Тоже Станет Сверходержавой В принципе Рейд На Домейре Я Готовил Давайте Все Таки Начнем Да Пока Они Даже Не успели Заринфорсить Что У нас Более Чем Устраивает Есть Советник Культист Это Достаточно Любопытно У нас Тут Куча Была Всяких Штук На Окультизм Амара И вот Это Не уверен Я Что Это Что-то Сделает Но Давайте Поставим Вдруг Сделает Тэм Исследование Кстати Говорят Чуть Повысит Но Это Пыль Я Забыл Все Машиностроение Исследовать Но Как Забыл У нас Просто Намного Важнее Какие Другие Были Вещи Доделаю Нашу Пехоту До Магической Пехоты Хотел Бо Так Сказать Так КБ готов Войска Готовы Начинаем Единственное Стоит Авиацию Чуть Управить Куда Надо Достаточно Просто Делается И Да Я думаю Здесь Конечно Без шансов Абсолютно Война Происходит Просто Гигантские Потери Против Минимальных Наших И Вот Каб Сразу Тоже Моментальный У нас Это Все Устраивает И Пора Нам Тут Делать Вторую Армию Другую группу Армии Соответственно Фельдмаршала И Нанимать Дополнительных Офицеров Офицеры У нас Неплохие Потому что Опыта Нашей дивизии Успелина Получается Солидно Не хватает Пунктов Снабжения Но мы Вот Свод Уже Один Сстроим Будет Еще Вот Здесь Вот Пункты Снабжения Тут Конечно Некоторые Проблемы Но В целом Будто Более Менее Дальше Будет Я думаю Пора Уже Перейти На Магическое Нам Нужно Будет Еще 30 Тысяч Но Сейчас Я думаю Его Быстренько Доделаем Постанческие Настроения Хотя Вроде Как Они Выиграют Военный План В Время Есть Шанс Что Он Слушайте Ну Параническое Настроение Забавно Получились Похоже Эквестри Это Сейчас Погулять И Уйдет Потому Что Дивизий У них Меньше Чем У одной Стороны У Сталинграда Даже Сталинград Выглядит Супер Сильным Он Не Войне С Чейнджлингами Но По ощущению Походу Все-таки Чейнджлинги Смогут Комбэкнуть С помощью Сталинграда Чуть Не забыл Что У нас Еще Вот Здесь Вот Имеется Фронт О котором Нам Тоже Бы Подумать Давайте Туда Наших Рыцарей И Отправим И Достраиваем Еще ЖД Здесь Есть Некоторые Проблемы С Снабжением В общем Это Как раз Примерно К этому Времени У нас Все Это Будет И Готово И Чейнджлинг Подержали Победу На Теквест Реходе Немножко Не Так Сказ С помощью Контр Лота Точнее Сталинграда Пол Контр Лот И По ощущению Сталинграда Сейчас Заглохнет Первое Это Все Конечно Чейнджлинги Сейчас Жестко Заглохнут По ощущению Именно Сталинграда Будут Проблемы Что Люди Кончаются Ну И Сейчас Распределяем Самолетики Между Нашими Снералами В принципе Примерно Поровну Хотя На Вот Этим Нужно Меньше Чем Этим Что Сной Фронт Будет Здесь Ну И Что Практически Готов К Наступлению Пора Делать КБ И Сегодня Раид Пограничный С Акроком Че Больные Массаж Вот Каз Были Готов Этих Ребят Хочется Доучить Но Пускай Уже Как Есть Северо Строю Морскую Базу Чтобы У меня Сюда Побольше Снабжения Ехало Потому Что По Ощущению Именно Ну Как По Ощущению Сюда Мне Построила Морскую Базу Так Что Наверное И Проблема Но Это Не Тем Не Менее Должно Я Надеюсь Оно Улучшится Но Все Остальном В общем То Готовы Вот Этим Наверное Не Стало Наступать Не Может Какой То Да И В принципе Этим Тоже Какую Оборону Да Вот Подержат Потому Что Ребята Эти Любят Здесь Тоже Был Проход Не Кстати Оказывается Но Надо Использовать Наш Вот Так Давайте Сделаем Здесь Станет Получше Да Все равно Я потерял Немало Его Это Грустно Еще и Танки Да Этот Проход Я Как-то И Не Обратил Внимаю Что Он Вообще Существует Возьми Ладно Тогда Давайте Это Наступление К этому Мы Здесь Сюда Можем Пройти Нет Давайте Вы Просто Вот Сюда Останете И Мы Забьем Нас Они В теории Могли Быть Жать Но Нет Давайте Просто Вы Отойдете Пожалуйста Еще Мне Такое Раздражает Но Уж Так Получилось То Получилось Прикрывают Нашу Отступление И Отходят Пролив Если Что Пролива Я Не Вижу Надеюсь Там Нигде И Нет Вроде Как Да Мы Отбиваем Нашу Может Последнего Соперника Потому что Очевидно Тут Уже Не Особо Танец Соперник Наш И Там Был Громадный Флит Вот По-русски Как говорится Говорить И Он Убедил Наш Флот Но Что Опять Таки Я Не Смотрел Не Контролил Не Представляешь Там На самом Деле Большой Если Не Потеряли Вот Здесь Вот Мы Боевые Вот Здесь Не Потеряли Но Ладно В принципе Пофиг Самое Главное Что Мы Очень Успешно Прорываемся В Саму Страну Эту Багнус Обзор Войны По Классике Еще По Классике 10 9 Стоят Сторожат Одну Но Ничего Несмотря На Все Это Финская Империя Падает И Я Пробиваюсь Вот Сюда Вроде К Потому Что С Несколько Сторон Стараюсь Нападать Сейчас Мы Должны Добивать Строн Тут У них С этих Всех Снабжение Сразу Умерло Как Мы Там Подъели Тут Еще Умерло Тоже Снабжение И Дивизии Тоже В общем То Здесь Победили Там Победили Прекрасно Вспомните Ту Самую Страну Которая Думала Блин А С Победой Над Докалицами Мы Конечно Много Приобрели И Наша Страна Стала Намного Намного Сильнее Мне Нравится Здесь Что Мы Реально Скейлимся От захватов Если Мы Что Захватываем Мы Можем Это Нормально Использовать А не Так Что Захватили И Просто Имеются Территории Очень Много Чего Интегрируем И Очень Много Деонациональной Территории Получаем Позволяет Нашей Стране Реально Жестко Расширяться И Делают Играбельный Играбельный Минор Вау Это Мне Нравится Конечно В Эквестрии Падение Карфина Немножко Я Честно Говоря Не знаю Сколько На самом Деле Но Предполагаю Что Немножко Потому Что Ну А Дай Тут Это Дай Тут Еще Особо Обороняться Верно Ну Так Я Вижу Что Даже Если Территория Национальная Туда Надо Прямо Таки Вот Подобивать Их Очень Далеко Надо Продвинуться Но Мы Как бы Продвигаемся И Наконец Так Кап Немножко Мы Подождали Забираем Все Забираем Опять Плот Который Нам Теория Опять Вайт Но На самом Деле Не Пакнут Потому Что Ну Компания Я считаю Можно Считать Завершенные Мы Объедили Грифонов Понятно В Востоке По факту Нет никаких Гастар С которыми Можно было Повоевать Можно Конечно Пойти Высаживаться Еще Так Красить Но По смысл Это Уже Не Интересно История Наши Страны Завершена Фокус Все Мы Прошли Прохождение Тоже Завершено Так Что Ребята Обязательно Подписывайтесь Если Вы Не Подписаны Платите Коментаре Оставляйте Не Заплатите Про Твич Дискорд И До Скорых Встреч Пока